Девушки отдыхают 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 к Ивчакской Амазонкой. Это дата, которая у нас сегодня есть, ну, я бы сказала так, 14 век. Первая половина 14 века, когда эта женщина скончалась, она была здесь, она жила здесь, под Астаной или в Астане даже, можно сказать. Она умерла в возрасте 50 лет. Она датируется у нас по тем предметам, которые ее сопровождали. И главным, наверное, датирующим будут являться серебряные браслеты, так называемыми львиноголовыми окончаниями, которые у нее были на руках. Такие браслеты. Вы говорили, они распространялись по большому региону. Они были модны как раз в период Золотой Орды на всей огромной территории Монгольской империи. То есть от Монголии и до Дунаев все модницы хотели иметь именно вот такого качества, такого сюжета, серебряные браслеты на своих руках. Изящество в регионе было не только в женских украшениях, но и в архитектуре. Раскопки рядом с Кургальджино заставили специалистов диву даваться технологии производства стройматериалов. Прямо на пахотном поле возле озера, на берегу озера мы нашли вот такие фигурные обожженные кирпичи, фигурные при том. И кирпичи покрыты майоликой из росу. И это такие голубые, зеленоватые, всякого тона. И с орнаментом. Для того, чтобы покрыть из росами, это надо стекловидную массу разогреть до 1200 градусов. То есть это должна быть технология. И вот когда наши реставраторы делали вот этот из росы, восстанавливали, реставрационную работу проводили, то их из росы за эти несколько лет покрылись микротрещинами. А те из росы, которые мы нашли и которым археологи обследовали, они, оказывается, были возведены еще в 11-12 веке. После того, как местное население племя Кыпчаков волнами покинуло регион, история Бозока меркнет. Город постепенно руинируется. И все же, что спасло памятник от полного уничтожения? И кто угрожал ему? Но об этом чуть позже. Многие следующие десятилетия истории окрестностей нынешней Астаны еще остаются неисследованными. Источники информации расщедриваются лишь к рубежу 19 века. В 1816 году Ассарское правительство сюда отправило военную экспедицию, военно-исследовательскую экспедицию. В составе этой экспедиции был горный инженер Иван Шангин. Целью этой экспедиции было подобрать места для основания крепостей. И вот экспедиция Шангина, она подобрала три места. Каркаролинск и, значит, вот возле реки Нуры, отсюда 30 километров подобрали хорошее место. И, как читал, сюда из Петропавловска двинулся обоз из двухсот солдат и казаков. И вот когда они сюда подъехали, к этому месту, где сейчас память о Кенесаре Касиме стоит, они увидели, что сплошное озеро. Вот это раз в столетие случается такое, когда Великая Половодня. Когда река Нурай и река Ишин, они сливаются, и всю эту территорию покрывается водой. Здесь было много аулов. Вот это на этой, где-то в округе было около двухсот двенадцати аулов. И с ними посоветовался, сказал, скажите мне, где здесь вообще можно построить что-то, чтобы не залило воду. Ну и сказали, вот это и есть. И вот на территории сейчас стадион, там впервые было построено, как бы, военное укрепление построено. В следующих выпусках вы узнаете о том, сколько длился крепостной долгострой, кто у столичного ЦУМа скот продавал, и как левый берег Астаны стал правым. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова